Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас рубрика в ванну Светланы. Что будем делать? Будет утренний уход за кожей, будет тонировка волос. Покажу вам, чем крашусь, потому что очень много вопросов про цвет волос. Сегодня будем тонироваться. У меня уже отросли корни. Сейчас покажу вам все поближе. Вот прям уже сантиметра 2-3 видно седые волосы, мои темные корни. У меня свой цвет волос. Кто не знает, многие удивляются. Практически черный, то есть темно-темно-русый-холодный. Я заказала краску и окислитель, который мне нужен на рандеву. И пока я жду заказ, надо оттонироваться, потому что это уже не дело. Тонировка, она мне и седину хорошо закрашивает, она просто не так долго держится, нежели покраска. Изначально что мы с вами делаем? Изначально мы с вами моем кожу головой волосы. Я очищающий шампунь буду использовать, чтобы схватилось лучше. Это Фаберлик, артикул 1884, детокс с черным углем, очищающий шампунь, чтобы раскрыть все чешуйки и тонировка проникла глубже в волос. Итак, идем мыться. Готово. Что мы будем делать? Еще сегодня автозагар вам покажу Фаберлик, потому что многие просили прям показать до и после, как наношу и так далее. Что я взяла? Я взяла два оттенка. Там 866, это краска Estelle Princess, Prince X на конце, вот такая вот. Они есть, потому что разные, есть еще серенькие. 866 оттенок. Здесь не написано, как называется он, но это что-то интенсивно-фиолетовый. Феберно-фиолетовый, интенсивно больше что-то фиолетовый. 866. И такой же Estelle Princess 8.1. Я вообще 8.11 люблю, когда две цифры, но у меня все позаканчивалось. Вот оказалось запасы. Все, вот эти две краски мы миксуем пополам. Даже больше 8.66, наверное, выдавлю. И очень хотелось бы еще сюда добавить 8.65 или 9.65. Это Estelle Prince Plus. Их много разных. А какие-то больше для седины подходят. Какие там нет, мне вот эти все подходят. Это хром, это не хром, нет, не хром. Вот хром для седины очень классно. Это краски с очень высокой пигментацией. На них классно тонироваться. Я люблю ими краситься. И на данный момент это самые любимые краски, которые держат оттенок долго, которые восхитительные, которые красивые и так далее. Это у меня 9.65. Я заказала еще 8.65. И это сиренево-красно-пепельный оттенок. То есть здесь есть красные нотки. Даже, по-моему, по краске было видно. Нет, не видно. С краснотой немножко. Не помню точно, как называлась. Но, в общем, 9.65. Я бы вот эти три цвета смешала. Получилась бы вообще пушка, бомба, просто огонь. Но так как нету, пока у меня, может, сейчас что-то выдавлю, у меня будет 8.66 плюс 8.1. И такой же у меня оксигент их шестерка. Тройка, шестерка, вру. Тройка. На тройке мы с вами тонируемся. На шестерке я сейчас крашусь. Мне достаточно. У меня тонировка на тройке практически как покраска. Так, значит, замешиваем. Осталось мне все-таки 2 сантиметра 9.65 сюда выдавить. Сначала мы перемешиваем все оттенки. Как следует. Краска такая, достаточно вонючая. А потом добавляем сюда уже окислитель. Немножко. Не как при покраске. Я добавляю прям совсем чуть-чуть. Ну, сколько. В три раза меньше, наверное, чем краски. Вот так. Размешиваем до однородной консистенции. Все это делаем. Наносим на волосы. Кто как любит. Кто кисточкой, кто руками. И, кстати, тонировку делаю на чистые волосы. А окрашивание наглядное. Ну, мне так больше нравится результат. В общем, сейчас на низу вернусь. Готово. Кончики, кстати, я не прокрашиваю. Потому что цвет кардинально не меняю. Не вижу смысла лишний раз их сжечь. Я их проэмульгирую через 10 минут. Тонировку я ношу минут 20. В принципе, этого вполне достаточно. Больше и не надо. Она и краска работает минут 20. Так, что мы делаем с вами дальше? Дальше у нас с вами будет очищение кожи. Очищение кожи будет хорошее. Как всегда. Почему? Потому что перед тем, как наносить автозагар. Автозагар Фаберлик. Он часто бывает в распродаже по срокам годности. И он у меня именно оттуда. Рублей за 20, за 30, помню, набрала. Работает прекрасно. Хотя срок годности уже кончился. Всё замечательно. Артикул 2695. Так как после второй беременности моя кожа стала склонна к пигментации. Что хочу сказать. Сейчас эффективно с ней борюсь. Как всегда. Каждое лето. И считаю, что довольно-таки успешно. Без применения кислотами. Мы уже кислотами, да. Я пользуюсь средством ССПФ. И лицо мое, соответственно, не закирает. А я жутко не люблю быть бледной. Я терпеть. Не могу светлокожесть вот эту вот. Поэтому я активно пользуюсь автозагаром уже не первый год. Сейчас покажу, как буду его наносить. И что буду делать. Автозагар Фаберлик. Он достаточно деликатный. Но перед автозагаром я всегда хорошо очищаю кожу. Вообще, так как я очищаю всегда хорошо. Он у меня держится дня два. На третий день уже всё практически сходит. И я добавляю. То есть сейчас раз в три дня практически я им пользуюсь. Вот он уже практически... Клово ко мне сегодня прилипло. Почти сошёл. Поэтому хорошо почищу кожу. Нанесу автозагар. И будет он держаться на ура. Я, кстати, его наношу на уходовое средство. Но об этом чуть попозже. Сейчас будем с вами использовать энзимную пудру. Пудра энзимная СВБ. Нам для этого нужна водичка. Что буду делать? Насыпаю энзимную пудру в ручки. Я её пользуюсь где-то два раза в неделю. Добавляю к ней водички. И вспениваю в руках. Обследую. Вот так. Наношу всё это дело на кожу. Можно даже ещё добавить. Почему бы нет? Вот так. И что делать дальше? Беру свой любимый аппарат. Рэдис Кинкок. Там многие спрашивают, что у меня за такой гаджет. А девочки, которые его уже приобрели, остались в диком восторге. Тоже смачиваю силиконовую щёточку. У него здесь такая силиконовая щёточка. Включаю третий режим. Самый классный первый режим. Вот тут всё подсвечивает. Второй режим уже оранжевым загорается. И третий режим супер чистки лица. Вот вся полосочка у нас уже светится. Здесь три режима. И начинаю чистить кожу. Вот таким образом. Когда нам нужно добавить водички, я добавляю, потому что эта энзимная пудра, она быстро засыхает на лице. Так вот, про аппарат. Рэдис Кинкок продаётся на Валберес, на Озон. Уже ссылочку во много раз оставляла. Всё равно вопросы остались, поэтому рассказываю. Это аппарат. Вот такой вот. С одной стороны насадкой очищающей. Щёточкой, точнее, очищающей силиконовой. Очень деликатный. Очень нежный. Совершенно не травмирующий кожу. То есть, у кого деликатная кожа, вы прям будете в диком восторге. Почему? Потому что это силиконовая щёточка. Здесь нет никаких щетинок. Абсолютно. То есть, вы никак свою кожу не травмируете. Но в то же время это крутой массаж. Это прям крутой массаж. Я умываюсь в основном всегда по массажным линиям. Прямо везде прохожу губы. Вот над верхней губой у меня ещё пигментация бывает. Этот аппарат, он из пигментации помогает бороться. Сейчас я вам расскажу. Так вот, девчонки писали. Да, у кого особенно есть сравнить, что в Ready Skin микротоки. Здесь микротоковый ещё массаж. Это действительно микротоки. Что всё, что они пробовали раньше, это просто какое-то баловство. Я полностью согласна. И то, что эффект видно практически после первого применения. Почему? Потому что здесь действительно очень мощный микротоковый массаж. А микротоки – это самая сильная вещь, которая… Вот, таймер сработал. Всё, две минуты. Две минуты таймер. А микротоки – это самая сильная вещь, которая вообще существует на данный момент для массажа… Как я ещё пройдусь, мышц лица. То есть он проникает глубоко. Это не поверхностный массаж какой-то, когда мы с вами кожу там просто растягиваем, да. А здесь всё доходит прямо до мышц. Всё, смываем. Как следует хорошо умылись, кожа очищена до скрипа. Теперь у нас с вами тонизирование. У меня здесь, как всегда, фаберлик «Реноваж». Тоник «Реноваж» перелит. Вот сейчас немножечко он подпитается. И будем с вами продолжать. По аппарату он заряжается. У него в комплекте есть зарядная станция. От сети работает. Такая маленькая, красивая, суперская. Я в конце видео оставлю подсказочки в конце ролика, где можно посмотреть, будет первый обзор на этот аппарат. Заряжаю я его где-то раз в два-три месяца. При ежедневном двухразовом использовании. Утро, вечер. Я умываюсь с ним всегда. Функционал. Силиконовая, безумно мягкая, приятная щёточка. Три режима очистки. Я использую на каждодневной основе. Средний мне больше нравится. И вот редко вот аксенсивной пудрой со скрабиком могу пройтись на максимальном. И на другой стороне сразу смотрите, какой функционал интересный. У нас с вами кнопочка. Здесь как раз идёт массаж микротоками, LED-терапия с нагревом, красный цвет. И зелёный с синим светом. Они мигают попеременно. Это как раз подойдёт девочкам с проблемной кожей для пост-акне. Для того, чтобы убрать пигментацию, чтобы бороться с ней. Здесь тоже несколько режимов. Когда мы нажимаем один раз, загорается красным. И у нас просто с вами, ну не просто, а очень круто, микротоки и инфракрасное излучение. Когда мы нажимаем с вами второй раз, здесь ещё добавляется вибрация. Слышите? Вот такая вибрация. Я всегда делаю с вибрацией, мне так нравится. И когда мы нажимаем третий раз, то здесь у нас с вами попеременно горит синий и зелёный свет. Никакой вибрации уже нет и идёт охлаждение. То есть выключаем длинным нажатием. То есть вот эта вот часть аппарата, она охлаждается. Она прям холодная. Мне безумно нравится использовать этот режим с утра. Сгонять отёки. Вот она уже ледяная немножко с вами включили. Прям сгонять отёки. Вокруг глазок лимфодренажный эффект. Ну просто огонь. А вечером я уже использую массаж микротоками. Так, дальше что у нас с вами? Мы берём с вами сыворотку. У меня сейчас на дневной основе Alexkin сыворотка. Вечером реноваж, она более такая маслянистая. А на день Alexkin. И больше я ничего сегодня не буду на лицо наносить. Почему? Потому что, во-первых, у нас с вами дальше пойдёт автозагар. И, во-вторых, у нас сегодня уже начинается лето. У нас сегодня уже жара. Сейчас дома убиралось. С ним поток сошло. Ну не прям жара, конечно. А 22 градуса. Дом уже жарко. Восточная страна. У нас с утра прям солнышко. Наносим сыворотку. Я делаю массаж микротоками на свои уходовые средства. Вы можете брать профессиональный гель. Тот же самый Rediskin или Faberlic. Есть гель какой вашей душе угодно. Так, что мы делаем с вами дальше? Дальше немножечко он подвпитывается. И мы начинаем делать массаж. Я выбираю второй режим с вибрацией. И по массажным линиям восходящим делаю массаж. Микротоки очень ощутимые. Но я не могу сказать, что там это прям какая-то боль. Или это сильно неприятно. Но вы это ощущаете. Если делать ещё с их гелем, мне кажется, стою вообще. Где у нас проходят мышцы лица, там и тело. Вот один аппарат купил. И он такую кучу косметических процедур заменяет. Ой, прям это ощутимо. В том месте, где ещё не сильно впитался. И влага на лице. Да, то есть получается немножко воды есть. Прям ух. Поэтому выбирайте для себя комфортный режим. С чем вам комфортнее делать. И молодейте. Потому что эффект действительно есть. Аппарат действительно рабочий. На все 100%. Декольте. Вот они мышцы, которые тоже у нас с вами отвечают за подтяжку лица. С двух сторон они. Вот они видите. Их прям видно. Невооружённым глазом. Это мышцы. Их тоже нужно разминать и массажировать. Я их делаю вниз. А посередине я всегда делаю вверх. Второй подбородочек. Тоже токами пройтись. Прямо как следует. Уходи. Уходи. Это нам не нужно. Вот таким образом. Здесь тоже сейчас работает таймер на 2 минуты. Сам аппарат сейчас нагревается. То есть это такой тепленький комфортный массажик. Прорабатываем лоб. Всё. Так прорабатываем. Таймер сработал. Можно немножко потом сразу успокоить кожу, если прям захочется. На последнем режиме. Потому что сейчас аппарат моментально охладится. И это будет очень приятно. Успокоить кожу. И будем с вами дальше наносить прям сразу автозагар. И заодно боремся с пигментацией. Вот я прям провожу, где у меня она возникает в летнее время года. Провожу и... Эффект вижу. Эффект вижу. И хотя бы она не становится больше. Это тоже огромный плюс. Потому что у меня как тепло. Всё сразу. Я могу вот так вот в этих местах задержаться. Холоденький. Классный. Красота. Аппарат обязательно протираем. Хлоргик сединчиком или чем-нибудь. Или промываем. Он должен быть всегда чистым. Чтобы не было высыпаний никаких. Ссылку на Rediskin оставлю под роликом. Так. Дальше берём автозагар. Я его вот так взбалтываю. И начинаю плеваться на руки. Почему на руки? Потому что вот именно в данном случае распылитель плюётся. Если я начну распылять вот так, то мне и в глаза попадёт, и на тело, и на одежду, и так далее. Поэтому я распыляю на руки. Видите, как плюётся всё? Три стороны аж в разные. Я наношу на руки. Потом руки сразу промываю. На руках ничего не остаётся. И вот так разношу по коже. Не знаю, заметите ли вы после или нет. Потому что он всё равно проявляется, ну, прям так ярко, часа через четыре. Как следует наношу. В том числе и на зону шеи и декольте. Немножко заходим вот так на ушки. Потому что иначе здесь может быть чёткая разница. Хотя с этим автозагаром не прокатит. Он деликатный. Он не желтит. Поэтому вот даже при таком нанесении, чёткой какой-то где-то границы, не остаётся. Кстати, не видели? Есть такие ролики в интернете. Контуринг с помощью автозагара. Но здесь нужен, конечно, термоядерный. Но я прям всё равно побольше наношу на линию вала лица. И на второй подбородок прям побольше наношу, чтобы эту зону затемнили. Так, дальше. Чтобы ещё не прошли с вами нос, веки. Всё как следует, чтобы везде попало. Чтобы на своём был равномерный загар. И немножко нужно заходить ещё вот так на кожу головы. Но так как у меня сейчас краска там, где-то делать не буду. Кстати, волосы уже фиреневые. Видите, сейчас. Вот. Как следует. На височке вот так всё это делать. Тоже лучше заходить. Всё. Красота. Вот так я сейчас делаю раз в три дня. Потому что он у меня быстро смывается. Не потому что он сам по себе такой быстро смывается. Потому что я два раза в день очень хорошо очищаю кожу. Поэтому он у меня, конечно, взлетает. Всё, нанесли. Теперь ему надо дать осесть, усесться. И можно, в принципе, делать макияж. Минут 15-20 вот ему надо дать осесть. Лучше, конечно, на ночь сделать. Но я иногда вечером, иногда утром. А я сейчас уже буду смываться. Сейчас немножко проэмулигирую. Буду смываться. И попозже покажу вам результат. Вот как выглядит цвет волос. Уже немножко, кстати, видно автозагар. Но он чуть попозже проявится посильнее. Прекрасно. Просто замечательно. Равномерненько, красиво, супер. Я сейчас покажу при естественном освещении. Просто показываю при искусственном. Потому что вы здесь видели до. Ну, как бы видите после. Восьмерка, она на выходе может быть чуть темновато. Потом это всё подсмывается. Это всё-таки блон. Кончики у меня немножко светлее. Но сейчас почти всё. Слилось всё вообще однородненько, красиво, супер, хорошечно. Так, сейчас покажу при естественном освещении. Ну, и вот так выглядит при естественном освещении. Пытаюсь поймать правильный ракурс. Но вроде вам всё верно передаёт. Такой вот получается красивый цвет. Он в зависимости от освещения может быть таким слегка тёплым, чуть сиреневым отливом. Красота. И седину мне на троечке. Тоже, ну, прям хорошо закрашивает. Тонировочка. Они получаются у меня как милированные. Вот такой цвет. Ну, на этом всё, мои хорошие. Надеюсь, видео было вам полезно и интересно. Ссылочку на чудо мой гаджет Рэльди Скин оставляю под видео. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok